здравствуйте приветствую о чем говорите по-разному зависит от собеседника но в основном конечно об отношениях стран моей собеседника иногда зацепляем экономику иногда зацепляем как скажем так профанский взгляд на историю потому что я не являюсь профессиональным историком и основная масса моих собеседников тоже не является профессиональным историком как скажите поражение украины или победа это отразится на украине поражение вещь довольно таки реальная потому что нам под нас поддерживает очень большое количество государств нам помогают поэтому поражение очень экономические экономические у нас нам придется восстанавливать украину хоть так хоть так потому что вы разрушили очень большое количество нашей экономики придется у нас 1 1 разница то что вы будете платить долги которые как раз одна разница заключается в том что вы будете нам платить а долги которые вот как вы рассказываете я вас расстрою основная масса того что нам дали она дается по безвозвратному кредиту если вы не знаете что такое безвозвратный кредит советую вам там по яндексить погуглить если вы москву не взяли как она будет вам платить что-то с какой элементарно объясняю вас экономически раздавят там за ну не не быстро где-то лет за пять после этого у вас будет вариант такой либо же возвращаться в цивилизованное общество и соответственно признавать что вы были агрессорами и начинать выплачивать деньги либо у вас будут бунты и гражданская война потому что у вас бабок не будет чтобы сохранять в повиновении вот эти все народы которые у вас там на вашей территории москва последняя которая почувствует это а то что весь этот как говорится европейский успех за жизнью сына фундаменте дешевым российском газе почему-то получилось так что ваш российский газ поставки снизились почти в четыре раза там три с лишним раза их заместили там катаром норвегии всем остальным и прекратилась вот эта бешеная пляска цен все нормально как рыночная цена идет так и не рассказывать не рассказывайте мне сказку да европейцы у вас выбирают еще по старым контрактам европейцы обыватели обыватели европейцы они не шли этот ну как бы как жили так и живут вы хотите сказать после того что случилось они стали чуть-чуть чуть-чуть не намного поверьте мне хуже жить не за газа того что вы не стали там поставлять а из-за того что вы развязали войну в европе только из-за этого они же оружие только вам поставлять что оружие кушать можно что просто в начале европа была действительно завязана на плотно на вашем газе и вот период пока она уходила от этого это был период такие довольно таки нестабильный вот и все сейчас уже вы от вас особо не зависит от вас зависит всего там несколько стран и с каждым с каждым годом но все уменьшается уменьшается так что вы за европейский рынок пока мир мир и фермеры то что сейчас стали покупать удобрения российской потому что дорого производить у себя это вам кто скобеева или соловьев рассказал зачем фермеры выходят тогда фермеры выходят совершенно по другой по другой причине потому что у них есть программа о зеленом сельском хозяйстве то есть максимально уход от как раз от удобрения и всего остального и евросоюз обещал это все спонсировать сейчас фермеры посчитали что это недостаточно им спонсируют поэтому они вышли требовать дайте нам больше грантов условно так если упростить до для для вашего понимания потому что я судя по вашим высказываниям ну вы вряд ли разберетесь если вам буду долгую лекцию что то есть они хотят в будущем уже кушать кузнечиков вместо нормального мяса нет они в будущем хотят есть продукты без пестицидов почему-то показывают магазины западные там у них все уже что все же модифицирована молодой человек вы в европе были или вы только по телевизору то что вам показывают ну европе я не был но я а я вас расстрою я а я вас расстрою я был румыны живут румыны довольно таки бедно живут относительно это стран старой европы страны балтии живут беднее чем но это это и понятно потому что это страны которые были до недавнего момента развивающиеся поэтому не рассказывайте сказку и чухню а продукт а продукты а вообще-то в 30 лет в экономическом и в историческом плане это вообще ни о чём то страны старой европы шли к вот такому вот не не 30 лет и не 50 что стали стали после войны восстановил украину и все на оон восстановил украину он не восстанавливал украину в украину восстанавливали украинцы и не только украинцы там дав τож до смерти да я вижу вы так восстанавливали что и россию так шикарно восстанавливают что пока крым был в составе рсфср в крыму люди жили в землянках а вот когда украина присоединилась почему-то за счет республиканского бюджета украина все это восстановила причем здесь какой-то сталин вы все время вот с ваших вы все время ваших вождей почему-то их на наделяете каким-то сверхчеловеческими способностями вот он сделал это он сделает он ничего не делал он подписывал в основном расстрельные листы маньяк китайцы за 30 лет 30 лет китайцы за какого экономику подняли китайцы китайцы в китайцы поднимали фактически евро этот сша потому что сша вкидывал огромнейшие деньги в развитие китая вводила переводила туда большое количество предприятий поэтому вы несете пургу без без внешнего экономического без внешнего потому что это дешевая рабочая сила и соответственно удешевляет продукцию без внешнего вливания китай бы лет двести еще шел бы да вот это уровень который сейчас у него экономисты экономисты уровня бог через букуха то что они получили технологии от сталина это ничего на китайцы получили технологии от сталина сосну ударился вообще электронику получили от сталина машиностроительные заводы получили от сталина это это клиника я такой это к психиатру быстренько к психиатру за таблеточкой китай начал экономически бурно развиваться в девяностые там годы у него что сталин уже это дункан маклау да я знаю что он в пятьдесятых власты склеил здорово здоровее видали уверен не уверен нихуя это автоматический ответ это вы россияне любите не думать а говорить а я обычно прежде чем что-то сказать я думаю ну по факту я начнем с того что я здоровее начнем с того что я здоровее тебя раз здоровее себя я видел два дальше здоровее меня с чего ты это взял я его все это взяли не потому что ты ничего кроме бутылки не поднимаешь а я штангу поднимаю в двести сорок пять килограммов наверно я здоровью держу я район держу ты выкопался из какой каких годов восьмидесятых девяностых до сих пор не можете отойти от вот этих нет по понятиям ты чё потерялся лишу по понятиям замерз лет на двадцать до ну какая разница ну оттаивать надо двадцать первый век уже вот район он держит судя по твоим судя по ему интерьеру ты только в туалете можешь кое-что держать все остальное ты не держишь борода седали а ты вот на интерьер смотришь кусок голубой его но и именно из-за того что у меня борода седая очень много видел и я видел людей которые как вот ты выражаешься район держали но у них не такой убогий интерьерчик да ты чё серьезно что а ты видел то есть ты там в курсе ты общался взял обстоят ты просто них и не знаешь у тебя бездобольство тележки еще раз матом скажешь что-то пойдешь нахер понял уметь и умеешь разговаривать не как быдло нет я пойду нахер в чем проблема иди ой блядь я тоже таких дебилов бать украины бать встречаю это пиздец ты можешь не матюкаться как быдло а нормально разговаривать и батью кто пиздец блядя а я понял ну классическая российская быдло которая считает что чем больше я матов на ну тем лучше я тебя расстрою ты из-за этого выглядишь просто дико убого матом а вот кто без матов и паль пообщается я иди нахер добрый день приветствую все какие дела меня зовут артем я донечанин из киева как вас зовут откуда кто вы донечанин город донецк такой есть в украине вот его жители правильно назвать до донечанин украине да нету такого города на украине нет проблема россиян мало того что они свой родной язык нихрена не знают так еще из географии такая грустняха да давай так по фактам давай по фактам папа фактом не вот эти твои которые ты там выковыриваешь из носа еще раз будешь вот такую делать выковыриваю за все пойдешь нахер давай нормально разговаривать культурно а ну идешь на приветствую я самому здравствуйте окей ой выйти я подожду я просто но новости смотрю и это самое улегся немного она проматывает проматывает но такое ну да как дела у вас ну как помогаем армии все нормально ребята воюют мы помогаем как живы здоровы ну если бы вы были россиянином но вы не являетесь россиянина то я бы сказал бы как в одессе спасибо не дождетесь а так как вы гражданин америки и есть подозрение что вы гражданин америки то я могу сказать спасибо большое америку подозрение есть что-то америка совсем забыла про все сейчас вы выбор у вас выборы сейчас у вас и немножко вас подклинило на выборах то такое это это нормальный процесс она тут не поверьте вот эти выборы что-то не проходят что один что второе они влияние никакого не имеют ну на местную жизнь не это я знаю тут все эти и люди которые 30 лет 40 живут ну если ленции я там не сильно такое ну долгожитель вами но тем не менее это одно не не то что вы думаете пофиг и его демократии у меня друг называет америку старый еврей он говорит это у законе сейчас узаконенное беззаконие вот это факт этого ваше мнение вы живете там вы вы считаете так я что у каждого ну ситуации в жизни тут с американцами системы по-разному поэтому у меня есть друзья которые очень очень довольны все нормально вдруг в сан-фране живет и он считает вы и он считает как раз все нормально с демократией так что тут у каждого смотря с чем сравнивать демократию по сравнению с россией и ираном так демократия не то что процветает она там во главе у вас то есть так что смотря с чем сравниваю за россию иран иран молодцы иран молодцы а у них экономика они работают они знают куда они идут но я про внутреннюю я не говорю что там они внешне враги там чита и так далее 80 миллионов населения то ну я понимаю что миллиона населения но женщину за то что она неправильно дело хиджаб забили насмерть но это я считаю что это абсолютно дикарство почему это но это для вас дикарство вы европеец в их ней системе ну как вам сказать культуры этого самого но так это нормально не ну убийство человека из-за того что она как-то неправильно вот сложила вот эти вот все свои эти ну я считаю что это почему а смертная казнь у нас смертная казнь у нас есть какая разница но сейчас джулия санша привезут привезут сюда его казнят какая демократия будешь